Сегодня в России отмечают День Семьи, Любви и Верности. Жители Кирова, Натальи и Георгий вместе уже 25 лет. И семья у них интернациональная. Он грузин, а она русская. С первой встречи Наталья и Георгий поняли, что чувствуют и думают одинаково. О секретах семейного счастья в нашем следующем сюжете. О своем дворике Георгий может рассказывать бесконечно. Все придумывал сам. И планировка, и техническое решение рождались в процессе создания. И учился тому, что не умел. И старался, чтобы получилось не только функционально, но и эстетично. Так делаю, что в мае одни цветы цветут, в юне другие и так далее. А самое красивое – это в сентябре снимать. Весь, все это зелено. Полно красно-золотистых цветов. Это сказка. Здесь никто не догадается, что под камнями и травой скрыты кабель и насос. Но фонари загораются, и оживает водопад – одно из главных украшений сада. Он все сделал своими руками, без особых таких материальных затрат. Здесь, конечно, огромный, колоссальный труд, но который с утра до вечера, он без конца работает. Без конца. Есть здесь и сюрпризы-ужастики для ребятишек. Гости почти всегда приезжают со своими детьми и внуками. Есть и по-настоящему стреляющая пиратская пушка, которую Георгий делал в строгом соответствии с правилами. Не чугунные делали, а деревянные. А дерево куда разорвется. И для прочности обматывали веревкой. Это были легкие пушки. И достаточно, чтобы сделать выстрел, когда шли на абордаж. В этой интернациональной семье к увлечениям каждого привыкли относиться с уважением. Уроженец Тбилиси и Кировченко встретились в Ташкенте, где тогда жила Наталья. Георгий приехал в командировку и, не зная город, поехал не на той маршрутке. Наталья в тот день опаздывала на работу и тоже села в маршрутку, на которой никогда не ездила. Симпатия и понимание возникли с первой случайной встречи. У меня с друзьями бывало так, что с детства, с двух лет вместе росли. Что он скажет, я уже заканчиваю его начатую фразу. Вот то же самое с ним. Но там друзья, это привыкание. А тут с первого дня. Мы абсолютно одинаковы. Вот я о чем-то подумаю. Допустим, я на работе и думаю, хочется Чахахбили. Прихожу, а уже готова. А готовить Георгий умеет и любит. И не только мясо. В этой семье нет предубеждений, что жена обязательно должна делать что-то одно, а муж другое. Мы родились в разных местах, разные культуры. Да, я русский, а он грузин. Но мы за 25 лет ни разу, в принципе, не поссорились. Ни разу. Всегда уступаем. Ну, бывают, конечно, какие-то там, может быть, вот, типа замечаний. Но в целом мы живем очень грузно. Если каждый проиграет, то лучше не попадайте. А еще супруги уверены, добрая шутка помогает избежать любых конфликтов. Валентина Палкина, Денис Тружков, Вести Киров.